МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокомпании Гомелю. С туди и працуя Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Уважливо выслухать и допомогать каждому. Помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко провел правую линию и прием грамадян у жлобяния. Ахова правов и интересов у працующих. Сегодня у Гомеля прошло посаджение президума областного объединения профсоюзов. Рызыкуючись собой, заховывать житти инших. Выники работы в минулом году подвяли областным управлением МНС. Идуть морозы. Чекается похолодание до 20 с минусом в ночный час. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Индивидуальное будовництво, усровень заработной платы и ассортимент сельских магазинов. Помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко сегодня наведал жлобин. Прома и телефонная линия, особистый прием грамадян и уделы посаджения комиссии по садяничанию занятости насельництва. Программа визиту была насыщенной. С подробязностями. Максим Савин. В районе индивидуальной забудовы заходни на Ускрайку Жлобина свое жилевое питание ворожает больше, чем 300 же хоров райцентра. Будуются и они с 2013 года. Кара десятка семей уже заселились в новые домы. Электричность и вода есть. Для комфортного життя не хапай як минимум дорог. Причем дорог литерально нема. Ни подъездных, ни на территории района забудовы. С этой проблемой Дмитрий Коваленко извернулся до помощника президента. По его словах, до этого на усе звороты приходил отказ. Грошей нема. Молодого человека одразу запеунили. Зрабить вертыкальную планировку на некоторых улицах и подвести газопровод мают на меру в этом году. Гроши уже выделены. Еще одно питание от Дмитрия Коваленко и могутности электросеток района забудовы. Указ номер 492, який устанавливает тарифы на жилево-коммунальные послуги для насельництва, робит обогрев домой электричностью больше танной. И многие домовладальники готовы пойти на это, однако электричные сетки не различные на такие могутности. Юрий Шулейко дал поручение мясовым уладам детальово пропрацовать усе махчимые варианты выражения этих вопросов. И робить это в тесном взаимодействии с забудовщиками. В целом, удовлетворен. Юрий Витольдович поставил задачу. Видно, что хотят с нами хотя бы идти уже на контакт власти, потому что до этого как-то не собрания особо результативных не было. В уголе, подчас промой телефонной линии особистого приема грамадян до Юрия Шулейки поступило амаль два десятки зворотов. И они тычились о разных сферах. Огульное одно – актуальность и важность для ШХРУ Жлобинского района. Тому их нельзя игноровать. Сегодня буквально с первой минуты начались звонки. Звонки имеют актуальную под собой основу. Это различные направления. Это обеспечение газом, это обеспечение остановочными пунктами и прием в том числе. Это различные моменты обеспечения сегодня продуктами питания. Это социальные вопросы, которые в прежнюю очередь высказались жители Жлобинского района. Они носят такую более социальную направленность. И, как правило, люди – это пожилого возраста, к которому надо сегодня прислушиваться, обращать внимание на данные вопросы. Помощник президента ознайомился из работы районной комиссии по саденнице незанятости. С мая 2018-го она собиралась 20 разов. Прошел не только у райцентра, але и с выездом у сельские советы. За этот час праца у Латкована больше за 30 человек. Важливые и корректные относины до кожного. Минавито такими принципами повинны корыстаться члены комиссии у своей работе. Работа сегодня комиссии по содействию занятости. Я вижу, что в Гомельской области они имеют выраженную правильную работу. Мы недавно совсем проводили видеоселектор на областном уровне со всеми районами. Мы детально подняли вопросы, которые характерны. Ну, в первую очередь, это для больших городов. Это Гомель, Жлобино в том числе, там Мозырь, где наиболее активное живет население. В том числе и выезжает, и подтверждает свои доходы где-то документально. Но и по трудоустройству, которое сегодня необходимо, они опять-таки выражены. Комиссии сегодня работают. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель» с Жлобино. Не предприемство, а «Титан». Керовник Республиканского громадского объединения «Белая Русь» Геннадь Давыдько наведал сегодня белорусский металлургичный завод. В рамках визиту он пройшелся по вытворчасти и сустрелся с прационным коллективом предприемства. По выниках ознавления со стали плавильной, сорта прокатной и стали дротовой вытворчностью, Геннадь Давыдько означал, что завод тяжко называть предприемством. Ему больше отпугадают термины «глыба», «титан», «тигигант». Да и у Воголя отливается тут не сталь, а суверенитет. Когда ты видишь этот город, ты понимаешь, какая это мощь. Ты понимаешь, сколько людей работает в этом городе на счастье своих семей, на счастье Родины. И когда мы говорим о суверенитете, о независимости, в первую очередь должны возникать такие предприятия в воображении человека. Вот он стоит и делает свою работу. Он работает на суверенитет. Вот льется этот металл, это льется наш суверенитет. Сустреша с працованным коллективом БМЗ почалася с подведения выника 2018 года Малой Родимы. 2019-й так само пройдя под этим знаком, и многие проекты будут протягнуты. Об тех великих справах, которые уже реализовали в Беларуси, распавел Геннадь Давыдько в своем докладе. После сустреша протягнулась в формате диалога. Працовные Беларусского металлургичного завода потекавилися у керунька Белой Руси про деянность этой организации и супрацовництва с иншими громадскими объединениями и державными органами. Были пытания особистого характера, а так само об мерковании Геннадия Давыдьки на конт певных социальных и внешнеэкономичных ситуаций. Больше подробязно в завтрашних выпусках новинов. Протягиваем выпуск супрацовництва с громадскими организациями, работа со зворотами громадян и захование законодавства по обороне социально-экономичных правов працующих. Сегодня у Гомеля произошло посаджение президума областного объединения профсоюзов. Загученная информация, знайомились наши корреспонденты. Первый раз погоднение об супрацовництве между областным объединением профсоюзов, организацией ветеранов и комитетом БРСМ заключили 4 года тому. Минавито тады баки проанализовали свою деяность и пришли до высновы, что многие мероприемства у планах организаций дублируются. Як выник, самые массовые громадские организации краины в 2019 году будут разом рихтоваться до 75-й годовины вызволения Беларуси. Ушановывать ветерану и створать видоролики за их делом. Реализовывать социально-значные проекты и проводить спартакеяды. Першие суместные споборництвы Дарыша отбылся в минулом году. Команды, все, которые были представлены, они достойно выступили во многих видах спорта. Ну, по силе, конечно, по возможности, как это было. И подвели итоги, тоже были свои победители. В минулом году в Гомельское областное объединение профсоюзов поступило каля 60 письмовых зворотов. И аж 750 человек пришли на особистые приемы. Всярод основных тем – заключение прасовных договоров, оплата прасы, жилево-бытовые проблемы. С листопада минулого года областное объединение профсоюзов проводит суместные приемы с супрассовниками прокуратуры, что значительно повысило их эффективность. На 139 приемах присутствовали прокуроры. Вопросы, которые задаются гражданами на правовых приемах, как правило, решаются оперативно, так как присутствует и правовой инспектор труда, и представитель прокуратуры, а также есть возможность обратиться за разъяснениями в органы местной власти. Как ждать, больше подробностей анализ работы Гомельского областного объединения профсоюзов будет сделан в следующем месяце. На 20 лютого заплановано проведение 5-го пленума организации. Олег Сенсюрова, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня в областном комитете природных ресурсов подвели выники работы в минулом году и удокладили планы на перспективу. В целом, стан новокольного осярода оценен как устойливый, что между тем не выключает наявности широкого проблем. Олег Сенсюрова ознайомился с экологической ситуацией в регионе. На начале года Гомельский областный комитет природных ресурсов провел конкурс детских малюнков. Зверните внимание, практически все 20 представленных работ выполнены в светлых тонах. Даже неповнодетные, которые максимум по 10 лет, понимают, природу необходимы. Берегчи. На жаль, то, что понимают дети, не за все понимают дорослые. По причине неэффективной работы очистных сбудований на Гомельске на протяжении года у водоема скидывается до 500 тысяч кубометров недостатково очищенных сёковых вод. Есть проблемы с распрощадыванием инвазивных растений, нахват канадского золотарника и борщевика сосновского, новых подыходов по торговой реализации этой зелёной экономики, якая майя на вазе, створение больше экологично обеспеченного и устойливого света. Хоть и от экологу залежит не усё. На Гомельске не рееструется повеличение выкидов по ветру, шкодных речевых от автотранспорта. Переход на электроавтомобили в такой ситуации может быть наибольшей эффективным вращением проблемы, але на врате это здарится в ближайший час. Объём автотранспорта и его выбросы сопоставимы с теми выбросами, которые даёт в целом промышленность всей нашей области. Это, ну скажем так, сопоставимые цифры. Захование в стабильной экологичной ситуации спраяя контрольная деятельность. У минулом годе на виноватых складе на май полторы тысячи протоколов, агольная сумма штрафов – больше 1 млн 500 тыс. рублёв. А при этом притягивалась работа по очистке территории от токсичных отходов, в первую очередь пестицидов. Только из Петерковского полигона летось их вывезли 92 тонны. В работе за отходами зараз у воголя повышенная увага. Шкло, макулатура, зношенные автомобильные шины. Значный час пособранного можно выкрасить ещё раз, и утилизовать без шкоды для природы. 25% имеется в виду это излечение вторичных материальных ресурсов за счёт раздельного сбора. За счёт сжигания мусора предполагается, что где-то 45-55% мы должны достигнуть до 2035-го. Ну и отдельное – это компостирование отходов, это 10%. Ну, конечно, в любом случае останутся какие-то отходы, которые придётся захоранивать. Предполагается, что на захоронение в республике будет уходить где-то до 10%. В принятом решении некаких артиклов. Это утомник, наведение парадки на земле и контроль за вытворчими объектами, озеленение населенных пунктов, системный контроль за станом водооховных зон и навыд организация новых вытворчостей, бутылеванной пятной воды за артезианских фидоровин и, конечно, освещительская деятельность. Повномерная работа дозволить захватить в регионе стабильную экологичную ситуацию. Олег Синтеров, Євген Макеенко, Телерадокомпания «Гомель». Ключи от семи новых службовых автомобилей у Знагороды и Віншаванни. Воротовальники региона сегодня стали удельниками коллегии, промеркованной до профессийного свята и 20-ти годзе утворения службы. На мероприемстве побывали и наши корреспонденты. В Віншаванных зворотах от керавников усих силовых структур региона подяка замужность и профессионализм. Але головное пожадание от гоноровых гостей мероприемства за усёды вертаться додому с боевых дежурствов здоровыми. Супрационники районных подразделений у розных званий и с розным опытом работы у МНС отрымали специальные узнагороды. Подарунок от керавництва Гомельского облаканкама – семь новых легковых автомобилей. А кроме этого, особных узнагород – «Воротовальник года» удостоены же хоры нашей в области, которые не являются профессийными воротовальниками, али охвярующие собой заховали житё инших людей. Звание «Воротовальник года» у одной из номинаций удостоена и педагог-организатор, керавник волонтёрского отрада Галина Друсь. «Средняя школа номер один города Гомеля. У нас есть волонтёрский отряд. Волонтёрский отряд «Будь рядом со мной», Белорусского добровольного пожарного общества. Работаем, сотрудничаем с городским отделом и областным отделом МЧС. Ребята занимаются разной пропагандистской деятельностью, участвуем во всевозможных конкурсах. Получается, побеждаем». На коллегии самые лепшие пожадания гучали и от керавництва министерства. По надзвучайных ситуациях Республики Беларусь гоноровые грамоты лепшему профессии уручил наместник министра Анатолий Довголевец. Специальный диплом за особистый уклад в работу в пропаганде безспеки, життедейности и развитие доброохвотництва отримала телерадио компания «Гомель». Только за минулий год наши корреспонденты подрихтовали больше как 800 репортажей и тематичных передач об службе вертовальников в области. Выники комплексной работы по профилактике надзвучайных задареньев по выниках минулого года зауважны. Колькость загинувших на пожарах в пораунании с минулым годом снизилась на 13,5%. Поменьшился и лик зарегистрованных надзвучайных задареньев. Подразделениями МНС в области в минулом году выратовано 95 человек. Наталья Капрыленко, Василия Сипсоу, телерадио компания «Гомель». Хваляне счастных выпадков с тяжким заходом, якая прокатилась этой зимой по Беларуси, примусила громадскость звернуть увагу на популярную зимовую забаву – катание на тюбингах. Где беспешно кататься у Мазыры, и чему детям потребен найстражейший батьковский контроль, высветляла здымочная группа телеканала «Мазыр». Кали, як не зимой, можно знов вернуться в дятинство. Сесть на санке, оболядянку и жвало прокатиться с горки. А лете-перешний зимовый сезон, на жаль, запомнился не только добрыми эмоциями, а и здоровыми с цешкими наступствами для здоровья детей и дорослых при катании на тюбингах. Текущей зимой в республике участились случаи травмирования детей, а также взрослых при катании с гор на тюбингах, на так называемых ватрушках. Обуславливается это тем, что данный вид развлечений легкодоступен, он находится в свободной продаже. Кроме того, при катании в неустановленных местах с горок тюбинг развивает значительную скорость и не позволяет лицу принять меры к его управлению и экстренному торможению. Пляцовки для зимовых забав сегодня есть у каждом районе Мазыра. Наибольшь популярны горки на интернациональной и площади Ленина. Вот дети катаются на Страканицком бульваре. Ледяные схилы, которые утворились у селя фонтана, не занадто круты. Але для проездной частки отлеглась невеликая побачь древы. На спуску ляг гипермаркета за малыми сочать батьки. Зусим инша картина у 52-го дома на бульваре юнаства, где хлопчики и девчинки катаются без нагляду. По всем данным случаям, связанным с получением травмы, тяжелым исходом, следственным комитетом проводятся проверки, дается оценка действиям как родителей, которые допускают катание детей, так и коммунальных служб, которые не обеспечивают надлежащий доступ к подобным горкам и позволяют там кататься люди. Как не докатиться до больницы, специалисты стараются выбирать беспечные схилы, где есть огороджа. Такие до прикладу знаходятся на горнолыжном комплексе «Мазыр». Самое важное в этом катании – это безопасность. Поэтому здесь сделана специализированная трасса. Она практически безопасна, если выполнять все условия, которые у нас написаны на счетах. У районном отделе следчего комитета отзначают, «Мазыр поколь не пополнил спис городов с тюбинговыми травмами». Але в середнем за одни выходные в Украине травмы отрымливают два-три десятки детей. При спуску с горы тюбинг развивая худкость до 100 км за годину. И колесанками, а более дянкой, еще можно не керовать, надземанной гумовой конструкцией не. Будьте осторожны и бережите своих детей. Катярина Юрченко, Светлана Гродькович, Аслав Прыпяснов. Телеканал «Мазыр» специально для телерадио компании «Гомель». Новые контакты у навуции экономицы в Комельском районе прошел трехденый учебный тренинг в межах проекту активизации малого и среднего бизнеса в приграничных районах Украины Беларуси. Беларусские партнеры этого мероприемства «Серот ВНУ» – Гандлево-экономичный университет с поживецкой кооперацией. Об новых на керунках международного супрацовництва. Сюжет Марины Джалой. Сергей Будков о «Украинских прилуках» займается консультированием предпринимательников по юридичным вопросам. У таких семинарах принимает отдел с энтузиазмом, бо ведает, что развитие экономики – за приватным бизнесом. Предприниматели – это всегда такие активные люди, которые не требуют ничего у государства, надеются сами на себя, обеспечивают работу других людей и платят налоги. Организатор трехденых тренингов по аспектах трансграничного супрацовництва региона Украины и Беларуси Гомельское региональное агентство экономичного развития. У сустречах у Дельниши локаля 20 консультантов с двух краин. А кроме того, задекавленность у мероприемства выказали бизнесмены и шматлики-эксперты, которые отлумачили присутным тонкости беларусского законодавства и особливости ведения бизнесу, умовы кредитования, пытания мытного оформления грузов. Навучальный марафон складался с трех блоков – бизнес-адукация, внешняя экономичная деятельность и законодавства, и основы маркетинга. В данных мероприятиях принимают участие люди, работающие в центрах поддержки предпринимательства и которые в будущем будут работать в качестве консультантов в центрах трансграничного сотрудничества. Сотрудники этих организаций, обучающихся в качестве консультантов, будут давать консультации по своим направлениям деятельности и способствовать тому, чтобы развивалось это трансграничное сотрудничество в рамках наших регионов. И таким образом будем пробовать расширять и развитие наших регионов, ну и, конечно же, развитие наших стран. Под час реализации проекта прошли межсекторальные встречи по разных темах. В вынику основными направлениями трансграничного сотрудничества были вызначены те, что тычется транспорту, сельской господарки, ЖКГ, информационных технологий, вытворчести и гандлю. Тому эти пытания, дякучи экспертам, были разгляджены на тренингах особо глубоко и уважливо. Усё деля того, чтобы дальнейшим консультантам в своих городах могли тлумачить предпринимательникам усе особливости ведения бизнеса в огурченных сферах. А так само володали информационными ресурсами с необходными для предпринимательников известками и, сразумело, как докладно ведали, куды треба накеровать бизнесмена для выражения того, теньших опытаний. Так один из накерунков, якому на семинары было отведено особливое место – мытное оформление грузов. В первую очередь мы приглашали в Гомельскую областную таможню. То есть это были специалисты, которые отвечали на вопросы, которые касаются оформления грузов, прохождения грузами государственной границы, какие-то таможенные тарифы, таможенное регулирование и так далее. То есть это те вопросы, с которыми так или иначе сталкиваются субъекты хозяйственные, которые работают по поставке какой-то продукции, товара, услуг через государственную границу. Дарыши, зараз на факультете повышения квалификации и переподрихтовки Беларусского гандлёва экономичного университета с поживецкой кооперацией проходят наборы на специальность правознавства. В час учебы будут разглядаться в тем лику юридичные аспекты трансграничного супрациониста. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель» из Гомельского района. Морозная надворья чекается на этом тыдне в Беларуси. В ночи будет до минус 20, в день до 10 – 13 из минуса. На дорогах гололёдится, да и закликает водителю отмовиться от далёких поездок. Особливо варто быть пильными уладальниками дизельных автомобилей. Тим, кто всё, что сбирается в дорогу, треба захопить тёплые речи и горячие напои, зараженный мобильный телефон. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание. До встречи в эфир. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «де-факто» в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. В Гомеле сегодня начался суд по громкому делу над мужчиной, который в троллейбусе ранил ножом троих милиционеров. Напомню, инцидент произошёл в мае прошлого года. Беглый преступник при попытке задержания серьёзно ранил троих милиционеров и сбежал. Преступника обнаружили в районе Центрального парка. Там он и попытался уйти вплавь через СОЖ. На противоположном берегу его настигли бойцы ОМОН. Им пришлось открыть огонь на поражение, прострелив беглецу обе ноги. А теперь к ситуации на дорогах. За прошедшие сутки в регионе ГАИ зарегистрировало более трёх десятков ДТП. Пострадали два человека. Оба на пешеходных переходах. Первый случай произошёл накануне в Жлобине. Там под колёса Сеат Толеда попал 55-летний мужчина. Предварительно водитель выехал на зелёный сигнал светофора. В результате пешеход с травмами попал в больницу. Похожее ДТП произошло и на улице Кирова областного центра. Водитель управлять автомобилем ВАЗ по предварительной информации выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешехода. 24-летнюю девушку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход с травмами был доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка. Две тонны дизельного топлива мимо бака. Именно столько недосчитались в Мозере сотрудники автобусного парка. За помощью сотрудники предприятия отправились в милицию. Под подозрение попал 31-летний водитель автобуса. После проведенных проверок мужчину вывели на чистую воду. Он сознался в том, что действительно часть дизеля шла налево. Выяснилось, что мужчина, работая водителем в Мозере и Мозерском районе, не только заправлял автобус на различных заправочных станциях дизелем, но и продавал его. За ноябрь 2018 года 31-летний мазырянин реализовал более 2000 литров дизельного топлива на общую сумму свыше 3000 рублей. По выявленным фактам возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить до 4-х лет лишения свободы. И еще одна криминальная информация из Мозеря. Вандалы осквернили Стеллу на улице Малинина. Этот памятный знак посвящен созданию микрорайона и 33-й ракетной дивизии. Отметим, что памятный знак неизвестное разрисовали дважды. Первый раз это произошло в дни рождественских праздников. Ветераны ракетной дивизии тогда очистили Стеллу своими силами. Однако спустя полторы недели надписи появились снова. Злоумышленников разыскивают правоохранительные органы. По данному факту отделом уголовного розыска Мозерского РОВД проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица, которое нанесло надписи на культурный объект. В действиях данного лица в настоящее время усматриваются признаки административных правонарушений, предусмотренных статьями 10.9 умышленного уничтожения либо повреждения имущества и статьей 17.1 мелкое хулиганство. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Защитник Милован Капор присоединится к команде через несколько дней, а Руслан Юденков продолжает восстанавливаться после травмы. На данный момент в укреплении нуждаются все позиции. Как отмечает главный тренер Гомеля Алексей Меркулов, уход игроков – это нормальная ситуация для межсезонья. Планируется привлечение известных футболистов, однако пока их имена не называют. Наша задача – готовиться и когда наступит чемпионат, выходить и играть. Я не сторонник прогнозов. Говорят, хочешь рассмешить Бога – расскажи о своих планах. Поэтому от прогнозов воздержусь. Планируем в каждом матче играть на победу. Это самое главное. На предсезонную подготовку запланировано около 15 матчей. Ближайший товарищеский матч пройдет в воскресенье в Бобруйске. Туда Рыси отправится на игру с гомельским локомотивом. Баскетбольный клуб «Гомель» проиграл «Горизонту» в очередном поединке чемпионата Беларуси. Первую четверть игры минчане разбирали защиту соперниц, после чего ушли вперед на 31 очко. После перерыва «Горизонт» нарастил преимущество и добрался до сотни. Игра закончилась со счетом 104-42. К другим матчам тура «Горизонт-Дварцоп» победил «Цор Виктория» 71-64. «Олимпия» проиграл от «Смоки» Минск 72-63. Следующая встреча пройдет 27 января. Гомельчанки будут принимать в гостях «Горизонт-Дварцоп». Начало в 15.00. Областные соревнования среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» завершились в Гомеле. Своё мастерство показывали спортсмены из всех регионов области. Юные биатлонисты боролись в трех возрастных категориях. Младший и старший первое место у команды Ельского района. За ним расположился Рогачевский, тройку лидеров закрыл Жлобинский. В средней возрастной категории золото увезла дружина Рогачевского района, а Жлобинский и Ельский завоевали второе и третье места соответственно. Роман Тишков занял второе место на этапе Кубка мира на велотреке в новозеландском Кембридже. По итогам четырех гонок мозорский вологонщик набрал 112 очков. Швейцарец Клаудио Имхов опередил белорусов всего на бал. Бронзовым призером в Омниуме стал итальянец Леам Бертатца – 108 очков. Заключительный этап Кубка мира по велоспорту на треке пройдет с 25 по 27 января в Гонконге. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Павел Михно. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова